Быстрее, быстрее. Супну, да, супну. Мама вообще очень больно все воспринимает. Она говорит, как-то прикрывай как-то лицо руками. Но она очень переживает. Мой официальный бой был 18 лет. Я рада, что я пришла именно вот сразу в взрослый спорт. Когда ты выходишь, как бы сказать, можно с долей пофигизма, из такой как бы здравой какой-то отмороженности, надо думать очень быстро, потому что там может все плохо закончиться. Если честно, свой первый бой не помню, потому что он был эмоциональный, скорее всего. Много спрашивают, а вам нравится кого-то бить? Да не нравится мне кого-то бить. Дисциплина в первую очередь, ответственность, терпеть неудачи. Но не мириться с ними, а просто терпеть. Смириться не надо, смириться не надо, это плохо. Так случилось, что отец моего ребенка, он мой тренер. В первую очередь, это мой друг по жизни, возможно, это какой-то мой наставник в спорте и в жизни. Он меня везде поддерживает. Работать с близким человеком, это одновременно легко и сложно. Поэтому, что я уже завелась, я его не слышу. Я только слышу как бы сам крик, а не ловлю как бы сам смысл. Вот, бачу, чуть-чуть зеванула. Маша, сделала на той шаг, а ты зеванула. Женского остается, конечно. Куда я выйдет, это чисто тоже сущность, мне кажется. Независимо от занятия. Очень люблю шопинг. Вообще я такая, можно сказать, шмотница. Это место, я люблю платье, очень люблю. Каблуки нашла, нашла каблуки. Мой сыночек, это моя отрада, это моя гордость. Он участвовал на соревнованиях, два раза стал вторым. И когда я приезжаю, там, допустим, первая, он как будто, как будто у него даже есть какая-то ревность спортивная. Что ты, кажется, завтра ты выиграешь? Я говорю, я не всегда выиграю, я тоже проиграю. Он говорит, типа, нет, ты завтра выиграешь, а я тоже нет. Мечта, наверное, такая. Все-таки увидеть своего сына на противеньке, чтобы он был хорошим акцером, реально хорошим. Но есть числа многих, а есть числа лучших. И что еще хочу? Хочу еще девочку. Ну, девочку не за что ни одного бокса.